Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу события в студии Галина Топилина. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Итак, коротко о некоторых из них. Кремль объявил дату ежегодного послания президента России Владимира Путина к Федеральному Собранию. Обращение состоится 29 февраля. Обсудили состояние подростковой преступности и меры профилактики и противодействия. Глава Самары Елена Лапушкина приняла участие в заседании комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Пополнение актуальных сезонных задач в центре внимания. Коммунальные службы продолжают расчищать город от снега. Кремль объявил дату ежегодного послания президента России Владимира Путина к Федеральному Собранию. Обращение состоится 29 февраля. Глава государства будет говорить о положении в стране, основных направлениях внутренней и внешней политики. На мероприятии будут присутствовать сенаторы, депутаты Госдумы, члены правительства, руководители Конституционного и Верховного судов, губернаторский корпус, председатели ЗАГС Собраний Субъектов страны, главы традиционных конфессий, общественные деятели, руководители крупнейших СМИ. Ежегодное обращение к Федеральному Собранию – одно из полномочий президента, прописанное в Конституции. Владимир Путин выступит с таким посланием в 19-й раз. Губернатор Дмитрий Азаров оценил обновленные корпуса оздоровительного лагеря «Солнечный берег». Несколько лет назад он был выведен эксплуатацией как аварийный. Но благодаря федеральной программе восстановления и строительства объектов отдыха детей и их оздоровления и региональному софинансированию в лагерь удалось вдохнуть вторую жизнь. Комфортные и теплые корпуса возведены и сданы в эксплуатацию в конце прошлого года. Уже совсем скоро здесь будут проходить различные семинары и тренинги для активной молодежи. Об этом губернатор рассказал спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко, которая в режиме видеоконференц-связи вместе с министром просвещения Сергеем Кравцовым подвела итоги второго этапа реализации программы. Именно Валентина Матвиенко была инициатором программы восстановления детских лагерей по всей стране. Идею поддержал президент России Владимир Путин. По его поручению заработала федеральная программа. Снизить число преступлений среди несовершеннолетних и помочь адаптироваться тем, кто уже совершил правонарушение. Глава Самары Елена Лапушкина провела заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. В совещании приняли участие представители надзорных органов, руководители профильных департаментов и образовательных учреждений. Какая работа ведется по снижению преступности в молодежной среде, расскажет Светлана Кудрявцева. В Самаре обсудили состояние подростковой преступности, меры профилактики и противодействия. Глава города Елена Лапушкина приняла участие в заседании комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Основные правонарушения, зафиксированные правоохранителями в прошлом году, связаны с распространением запрещенных веществ и интернет-мошенничеством. Анализируя структуру подростковой преступности, можно отметить, что произошло снижение количества такого вида преступлений, как кражи, кражи из магазинов, грабежи и разбои. Среди мер воздействия на подростковую среду освобождение судом от наказания с применением принудительных мер воздействия и помещения в специальные образовательные учреждения, где подростки-нарушители продолжают получать образование или осваивать профессию. По статистике правоохранительных органов, чаще всего противоправные действия совершают молодые люди в возрасте 16-17 лет из малообеспеченных семей. Многих толкает на преступления, отсутствие личного дохода и желание самостоятельно заработать. Этим часто пользуются злоумышленники в интернете, затягивая молодежь в преступные схемы. С целью снижения количества преступлений, совершаемых несовершеннолетними, в образовательных учреждениях города сотрудниками полиции в 2023 году было проведено 4614 лекций и бесед на правовую тематику, 629 специализированных мероприятий в ночное время по выявлению несовершеннолетних в местах, запрещенных законодательством. За прошлый год выявили и поставили на профилактический учет 877 подростков. В отношении несовершеннолетних составили 570 протоколов об административном правонарушении. Сотрудники полиции выявили за год, что 133 подростка распивали в общественных местах алкоголь. Участники комиссии попросили у правоохранителей списки торговых сетей и магазинов, которые продают алкоголь несовершеннолетним, для проведения дальнейшей профилактической работы с нерадивыми продавцами. На комиссии обсудили также вопросы учета детей иностранных граждан, которые проживают на территории города, в процессах образования и воспитания. Мы должны их научить, никого не потерять, посмотреть, чтобы у них была оформлена гражданция или хотя бы регистрация, чтобы они соблюдали закон. Число детей иностранных граждан составляет 1,6% от общего количества самарских школьников. Сотрудники образовательных учреждений в рамках компетенции осуществляют поддержку адаптации и социализации детей-мигрантов. Департаментам образования было поручено ежемесячно в течение учебного года проводить профилактические беседы с родителями и детьми из семей-мигрантов с введением соответствующего протокола. Из предложений организовать максимальное вовлечение несовершеннолетних во внеклассную работу, ежемесячно проводить беседы с родителями иностранных детей, устраивать тематические классные часы в целях профилактики экстремистских проявлений, больше проводить совместных мероприятий, походов в исторические музеи, этнопарк дружбы народов. Светлана Кудрявцева, Николай Епифанов, События. Оперативный штаб в Самарской области провел антитеррористическое учение в Кеннеле. К участию привлекались силы и средства региональных органов власти – ФСБ, МВД, МЧС, Росгвардии, Следственного управления Следственного комитета, Министерство здравоохранения, Управление Роспотребнадзора, а также Администрация Кеннеля. В ходе учений отработали алгоритмы реагирования силы средств оперативного штаба в Самарской области и оперативные группы на террористические угрозы, разыскали и нейтрализовали условных преступников. Подразделения межведомственной группировки силы средств оперативного штаба в Самарской области продемонстрировали высокий профессионализм и эффективность при реагировании на угрозы террористического характера и планировании мероприятий по их пресечению. Все поставленные задачи успешно решены. В Самаре контроль за зимним содержанием территории города и результативностью сезонных работ ведется непрерывно. Эти вопросы обсудили на еженедельном совещании, которое провел заместитель руководителя Департамента городского хозяйства и экологии администрации Самары, руководитель управления эксплуатацией ЖКХ Юрий Козельский. 20 февраля в дневную смену в расчистке всех городских территорий задействовали 334 единицы техники и 325 уборщиков. В ручном режиме рабочие продолжают очищать подходы к социальным объектам, остановкам общественного транспорта, выходы на пешеходные переходы и тротуары. Также в обязательном порядке ведется противогололедная обработка. Используют и средства малой механизации, и крупную технику. Тракторы и автогрейдеры расчищают широкие улицы. Погрузчики загружают собранный снег в самосвалы. Не прекращается и работа по вывозу снега на площадке для временного складирования. Однако есть места, куда техники не подступиться. Мешают припаркованные автомобили. Профильные службы просят владельцев с пониманием отнестись к ситуации и обращать внимание на дорожные знаки, которые запрещают стоянку. В противном случае водителям грозят серьезные штрафы и эвакуация автомобилей, припаркованных с нарушениями. В текущем режиме продолжаются работы после ГИБДД и городской службы эвакуации по вывозу автомобилей под знаками, запрещающими парковку. В эту ночь вывезено было 14 автомобилей, что помогло нам расширить проезжие части и прочистить парковки по улицам Дыбенко, Ленинская, Новый вокзальный, Старозагора. Внутриквартальные территории и дворы на особом контроле. Сегодня были направлены для расчистки этих территорий 82 машины. На совещании также напомнили о необходимости постоянной очистки выходов из подъездов и скатных кровель. В Херсонскую область доставили медицинское оборудование для районных больниц и поселковых поликлиник. Адресная помощь поступила от самарских речников, а также неравнодушных жителей Самарской и Воронежской областей. Груз встретили и успешно доставили в два района. Как собирали гуманитарный конвой на берегу Волги, расскажем в нашем сюжете. Уже в седьмой раз самарские речники собирают гуманитарный груз для отправки жителям в зону СВО. В этот раз посылка особая, в ней медицинское оборудование. Им будут укомплектованы несколько центральных больниц в разных районах, чтобы жители могли недалеко от дома получать медицинскую помощь, не рискуя, добираясь в большие города. Так, в поселке городского типа Верхний Рогачик, находящемся в 30 километрах от линии боевого соприкосновения, будет аппарат УЗИ, глазные тонометры и набор оптических линз. Чтобы люди не ездили в Мелитополь, потому что, ну, во-первых, дорога небезопасная до сих пор, на сегодняшний день идут обстрелы и артиллерии, и пиведроны. Поэтому, ну, людям, конечно, комфортнее, все равно, когда рядом с домом поликлиника работает, и полный комплекс услуг можно получить. Огромная благодарность всегда у людей, потому что приходят люди и помогают и разгружать, помогают и собирать потом, ну и вообще участвовать. То есть это все очень участливо. Ранее самарские речники передали в зону СВО стоматологические и гинекологические кресла, аппарат УЗИ, медикаменты, новогодние подарки для жителей, спецоборудование и дизельные генераторы для бойцов. Также жители в этот раз получат инвалидные кресла с электродвигателями и детские коляски, в том числе для близнецов. Все, что мы везем, персонифицировано практически. То есть оборудование едет в определенные медицинские учреждения. Инвалидные кресла одной будет переданы жительнице блокадного Ленинграда, а второе участнику Великой Отечественной войны. Есть запрос от многодетной мамы, которая родила двойню в январе, и теперь у нее пять детей. Вместе с этим конвоем, учитывая близость праздничной даты, отдельную посылку передают и самарским бойцам с поздравлениями с наступающим Днем Защитника Отечества. Груз благополучно был доставлен в два района Херсонской области. Теперь жители смогут получать более качественную медицинскую помощь. Андрей Бессонов, Андрей Горгуленко, Константин Головин. События. В 22-м филиале Самарской библиотечной системы открылась выставка волонтерского объединения «Зов. Своих не бросаем». Среди экспонатов те вещи, которые неравнодушные самарцы отправляют бойцам в зону спецоперации. Это и элементы одежды, и дополнительная пища, и предметы, необходимые в быту. Первыми посетителями экспозиции стали школьники. Подробнее в нашем сюжете. Маскировочные сети, сшитые и вязаные вещи, продукты быстрого приготовления, оптика, браслеты, печи-буржуйки, кошки-крюки. Все, что сделали и продолжают делать волонтеры Центра «Зов. Своих не бросаем», можно увидеть на выставке в 22-м филиале Самарской библиотечной системы. Это только малая часть помощи, которую неравнодушные граждане оказывают бойцам. Ежемесячно они собирают грузовую машину с гуманитарным грузом и передают воинам на передовой. Вот это все собираешься, ты уже устал, и уже все, и уже едешь, эта дорога изматывает. И когда ты приезжаешь, они стоят, как дети. Это ждут все, куда усталость, куда что улетучивается, уже радость на глазах, все родные ждут. Очень сильно они наставят. Сама организация работает с начала СВО. Жители Зубчининовки, желающие помогать, объединились. И теперь показывают, чего они смогли вместе добиться за это время. Сообщество уже существует два года, и показать результаты работы этого сообщества нам хотелось бы для всех жителей. Во-первых, Зубчининовки, во-вторых, приобщить молодежь к подвигу российского солдата. Во-вторых, это просветительская деятельность. И для того, чтобы не только молодое поколение, но и пенсионеры всех возрастов, родители пришли и посмотрели, как помогаем фронту, какая возможность каждого вложить свою частичку в общее дело и приближать победу. Первыми гостями выставки стали ученики трех школ, расположенных в поселке Зубчининовка. 34-я, 147-я и 86-я. Ребятам провели небольшую экскурсию и рассказали о самых необычных экспонатах. У кого-то папа воюет, у кого-то мама шьет необходимую амуницию, у кого-то бабушка там варит суп или вяжет носки. И очень бы хотелось, чтобы дети понимали ценность, чтобы они знали, чем они занимаются. И чтобы они понимали, что они своими близкими могут гордиться. Также для ребят прошел специальный урок мужества, на котором рассказали, как работал тыл в городе Куйбышеве во время Великой Отечественной войны и как это откликается сегодня. Андрей Горгуленко, Григорий Плешаков. События. Представители избирательной комиссии начали поквартирные обходы для информирования жителей о выборах президента. Их задача уточнить список зарегистрированных избирателей и рассказать, какими способами можно проголосовать. Как проходит информирование жителей Самары, узнали наши корреспонденты. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Здравствуйте, к вам участковая избирательная комиссия 3048. Рассказываем о выборах. В Самаре представители участковых избирательных комиссий начали адресное информирование жителей. Они рассказывают о предстоящих выборах, о том, как прикрепиться к избирательному участку по месту нахождения, на случай, если голосовать по месту прописки неудобно. Тем, кто по уважительным причинам не может прийти на избирательный участок, рассказывают о возможности проголосовать на дому. Она предоставляется, например, по состоянию здоровья или при необходимости ухода за лицами в этом нуждающемся. Домашнее голосование выбрала и Валентина Мишина. Не все здоровы физически. Опять же, хорошо, что голосование три дня идет, и кто-то может в пятницу, кто-то в субботу, кто-то в воскресенье. Поэтому это хороший выбор для нас, и это удобно. Если избирательный участок был перенесен, то обходчики напомнят и об этом. Ирина Хохлова считает выборы обязательной процедурой и рада, что ее участок стал еще ближе к дому. То, что перенесли избирательный участок, это очень хорошо и удобно, потому что, ну, допустим, в нашем возрасте более-менее молодые мы туда ходим еще спокойно и нормально, а те, кто более пенсионного возраста, спуск с горы, подъем в горы, туда до 46-й школы, это было крайне неудобно. И то, что сейчас прислушались и перенесли, это просто здорово. Узнать представителя избирательной комиссии легко. Они одеты в жилетки, у них сумки и нагрудные знаки с символикой выборов. Всем избирателям обходчик показывает свое удостоверение и паспорт, вручает приглашение на выборы, буклет с информацией о кандидатах и памятку о том, как и когда можно проголосовать на выборах президента Российской Федерации. Всех наших избирателей призываю нас пускать. И, конечно, всех мы ждем на избирательных участках. Это очень важно для нашей страны сейчас, в это время, показать, какие мы дружные, общные, показать пример нашим детям, что нужно ходить на выборы, что это, в принципе, праздник, дается для этого три дня, чтобы отдать свой голос за будущее нашей страны. Выборы президента Российской Федерации пройдут с 15 по 17 марта. Принять участие в голосовании может любой гражданин старше 18 лет. Андрей Бессонов, Елизавета Прокопенкова, Константин Головин. События. Более 4 тысяч самарских семей принимают участие во всероссийской акции «Всей семьей». Она проходит в онлайн-формате. Все члены семьи – родители, дети, бабушки и дедушки – выполняют определенные задания и выкладывают в соцсети фотографии. Цель акции – укрепление семейных ценностей. Задания, которые семьи получают, абсолютно несложные. Они очень приятные. Они способствуют тому, чтобы семья больше времени проводила вместе. Это приготовить вместе ужин, выложить фотографию и показать всем, какая замечательная дружная семья. И больше того, каждая семья, которая принимает участие в этом проекте, получает призы. И самое активное, конечно же, получит замечательное путешествие по Российской Федерации. Чтобы принять участие, нужно зайти в группу проекта ВКонтакте или в Одноклассниках и зарегистрироваться. Фотографии в соцсетях необходимо выкладывать с хэштегами «Всей семьей» и «Всей семьей 63». Каждый месяц организаторы проводят промежуточные розыгрыши подарков для всех участников проекта. Узнать более подробную информацию о проекте можно на его официальном сайте «Всей семьей.рф». Что будет, если собрать фотографии не по жанрам и темам, а по цветовому принципу? В Самаре в историческом парке «Россия. Моя история» открылась выставка «Каждый охотник желает знать». Это новый творческий проект регионального отделения Союза журналистов России. Работы известных самарских фотографов увидела Ксения Баканова. «Балет – это не просто танец. Целая жизнь, полная эмоций, страсти и таланта», – рассказывает фотограф Андрей Ларионов. Снимок был сделан на презентации выставки в 2020 году. Мужчина стал свидетелем того, как балерины готовятся к выходу на сцену. Такие хрупкие, женственные и пластичные. Оторвать глаз было невозможно, а руки так и тянулись к фотоаппарату. Тогда Андрей подумать не мог, что случайный кадр получится таким удачным. «Самое главное было то, что меня не замечали, потому что большинство людей, которые не умеют позировать, они все-таки перестают быть собой перед камерой, их как-то закрепощаются, что ли. А вся ценность этой фотографии – молодость, живость и вот эта страсть, которую я попытался именно через цветы выразить». В Самаре в историческом парке «Россия. Моя история» открылась фотовыставка «Каждый охотник желает знать». Это новый творческий проект регионального отделения Союза журналистов России. Здесь можно увидеть десятки фотографий самарских авторов. В их числе Юрий Стрелец, Наталья Шенкевич, Владимир Привалов, Надежда Раскина, Владимир Рубинчик и другие. «Но уже почти 16 лет мы существуем. Хотелось отметить эту дату какой-то яркой во всех смыслах слова выставкой. Нас же много, все-таки там человек 20-25 как минимум. И у каждого есть свои какие-то представления об искусстве, скажем так». Работы здесь собраны не по жанрам и темам, а по цветовому принципу. Экспозиция включает семь разделов. На снимках запечатлены природа Самарского края, город, его лица и абстракции. «Знаем, что каждый цвет, судя по психологии, влияет на наше настроение, на наше эмоциональное состояние. И вот они поставили перед собой очень такую сложную задачу, чтобы это было эстетично, и чтобы это воспринималось психологически комфортно, и чтобы это было красиво». Любопытно, что авторы выставки не только сами играют в цвет, но и стремятся приобщить окружающих. «Для посетителей организаторы приготовили небольшой квест. Среди всех работ нужно найти кадр с фишкой выставки – фазаном. Ну что, попробуем?» «Вот он. Птица попала в объектив. Шинкевич Наталья». Выставка продолжит свою работу до 2 марта. Ксения Баканова, Сергей Баскин. События. Знаменитый художник-монументалист. Член Союза художников СССР, скульптор, живописец, график. В Самарском художественном музее презентовали каталог Вячеслава Герасимова. Он прожил 83 года и оставил после себя богатое наследие, которое и решили систематизировать поклонники его творчества. Подробнее в нашем сюжете. На многие его работы жители города глядят ежедневно, даже не подозревая об этом. Архитектурно-интерьерные проекты Вячеслава Герасимова украсили не только Самару, но и города по всей России. Вячеслав Герасимов – единственный среди самарских коллег, кто попал во Всемирную энциклопедию художники мира всех времен и народов. Его работы хранятся в отечественных и зарубежных музеях. При жизни художника был создан каталог работ, посвященный его монументальному творчеству. А после смерти, когда разбирали мастерскую, выяснилось, что он создавал много работ в жанре графики и живописи. Все думали, что он только монументалист фактически, а оказалось, что и график, и живописец, и на таком высоком уровне все ему удавалось. Мне хотелось показать как можно больше, представить как можно больше творчества Герасимова широкому кругу зрителей. Те буклеты, которые у него были, несколько штук, они все как бы, ну такие, к выставкам они делались. Монументальные панно Вячеслава Герасимова украшают здание Самарского университета на Московском шоссе, госпиталь ветеранов войн, станцию метро Гагаринская. Он создал витражи в Самарском дворце бракосочетаний и в областной филармонии, а также знаменитую мозаику Дома профсоюзов на Волжском проспекте. Каталог его работ делится на разделы. Это монументальное творчество, затем раздел живопись, картины, портреты, пейзажины, тюрморты и, наконец, графика. Такое сегодня было ощущение, что Вячеслав Дмитриевич, он где-то здесь рядом, слушает, вспоминает с нами. И, мне кажется, теплее обстановки даже невозможно себе представить. Наши двери всегда открыты. Наши двери открыты для того, чтобы мы встречались. И тот самый вектор любви отправляли в вечность. В последние годы жизни Вячеслав Герасимов боролся с тяжелой болезнью, перенес ряд сложных операций, а когда не смог добираться до мастерской, работал дома. До последнего занимался делом всей своей жизни. Виктория Шарая, Игорь Казановский и События. Далее вас ждет обзор телеграм-каналов городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они писали сегодня на своих информационных площадках. Телеграм-канал Департамента опеки, попечительства и соцподдержки Самары сообщает, что сайты госорганов хотят адаптировать для россиян с инвалидностью. Это касается адаптации ресурсов с учетом разных видов инвалидности. Правительство Российской Федерации установит требования к доступности для инвалидов официальных сайтов государственных органов, органов местного самоуправления и подведомственных организаций, иных сайтов, информационных систем и программ, владельцами которых являются таки органы и организации. Администрация промышленного района Самары сообщает, что 22 февраля в Ледовом дворце пройдет карьерный форум «Труд-крут», который объединит ведущих работодателей и 3,5 тысячи школьников и студентов. Он будет насыщен мероприятиями, главной темой которых станет построение маршрута к работе мечты и вместе с российскими студенческими отрядами. Для каждого участника форума – это возможность сделать первый шаг в успешное будущее, наметить важный путь в профессиональной сфере и составить персональный карьерный план. В Самарской области набирает популярность следж-хоккей – адаптивный вид спорта в составе Самарской и Тольяттинской команды ветераны СВО. Активный здоровый образ жизни для героев – один из способов реабилитации. Возможность заниматься спортом у военнослужащих есть благодаря поддержке губернатора Дмитрия Азарова и регионального отделения фонда «Защитники Отечества». Специалистами фонда заключены соглашения о сотрудничестве с хоккейными клубами «Лада» и ЦСКА ВВС. Тренировки проводятся бесплатно. На этом выпуск подошел к концу. Всего доброго, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова